Привет вас! На ваших экранах вечерние прикольные экономические новости. Ну, скажем так, новостей собралось прилично. Насколько они прикольные, ну решайте сами, дело такое, житейское. Итак, первая новость. С 20 мая наше руководство страны отменяет запрет на пересечение государственной границы Украины и с Евросоюзом. То есть, другими словами, можете через пропускной пункт границы Украина-Польша, Украина-Венгрии и так дальше ехать. При этом, обращаю ваше внимание, граница из Российской Федерации, из Белоруссии пока остается закрыта. Это не совсем экономическая новость, но интересный отдалек. То есть, другими словами, в Польшу можно. То есть, другими словами, да, действительно, это упрощается ситуация. В чем, обращаю ваше внимание, что очень многие, которые едут на заработки и летят не на самолетах. Едут на бусиках, а как раз бусики открывают. Мало того, ну, уже, правда, с 15 июня 2020 года, не с мая, обещают открыть авиасообщение Украина-Мир, то есть Украина-Евросоюз. Ну, я думаю, откроют. Сейчас, конечно, там спорят и так далее, тем более Европа тоже еще встанет. И, в принципе, скорее всего, должно все заработать. Должно все заработать, потому что, ну, сумасшедшее заканчивается. Очень, как мне кажется, классная новость, классная новость. Но из Греции тоже связана и с полетами и туризмом. Знаете, смотрите, Греция официально из 15 июня, видите, как совпадает, будет принимать туристов. При этом без каких-либо тестов, без какой-либо карантина проезжайте в пляжи. Все. Шоу, глупое шоу, закончилось. Не, ну, надо немножко понять, что для Греции это очень имеет значение большое. Мало то, Греция и там другие, как бы, пляжные, давайте так скажем, страны заключили соглашение. Там Хорватия, Черногория, Болгария. Ну, если вам интересно, можно почитать. Что это за соглашение? Общие стандарты. Да, действительно, там есть требования к гостиницам, хостелам и так дальше. Но карантина нет, масок нет. Ну, честно говоря, с маской на пляже. Ну, это только как стеб можно воспринимать. Так, а теперь немножко вернемся опять же к Украине, опять же к железной дороге и к снятию Крымин. С 1 июня должны начать действовать железнодорожные перевозки дальнего сообщения. То есть, в идеальном варианте, обещаясь, 25 мая электрички. Проверим, проверим. А вот с 1 июня уже будут поезда по Украине. Но пока не за границу по Украине. Ну, дай Боже, по большому счету, я знаю, что многие люди пользуются поезда. А что стоит садиться делать? Не в каждой есть Мерседес. Так что, да, действительно, ну, шикарно, шикарно абсолютно. Еще маленький нюанс в рамках отмены. Опять же, ну, правда, это если поверим нашему министру инфраструктуру Владиславу Критли. Он заявил, что карантин даром не прошел. За время карантина отремонтировали станцию Киев-Пассажирский. Убрали мафы. Проверим. Поремонтировали проигранный вокзал. Проверим. Установили 22 камеры с функцией распознания лиц. Это проверить не могу, но если это сделать, то замечательно. Ну, что вам сказать, действительно, Киевский вокзал славился, скажем, сомнительным нахождением там очень сомнительных лиц. Ну, в идеальном варианте, вот эти камеры должны это как-то уменьшить, хотя бы мелкий краш. Проверим. В целом случае, если это действительно сделали, я за. Знаете, ну, хочется, хочется нормально. Тем более, ну, действительно, убрать вот эти мафы возле вокзала. Ой, только за. Только за. И опять о карантине. 90% продовольственных рынков начали работать. 7600 предприятий торговли, бытовых услуг уже открылись. А всего в ближайшее время откроется 9000. Но, правда, если считать, какая-то смешная ситуация. Значит, получается, открылись 357 парикмахерских. Что у нас таких мало? Это по Украине. Не по Киеву. 309 кафе. 419 аптек. Ну, не знаю. Я так понимаю, что открывается вяленько. Я не спорю. Сейчас, конечно, очень много ругаются, ругаются, ругаются. Мало клиентов. Мало клиентов. Согласен. Согласен. Потому что, в принципе, да, все понимают, что когда вы открываете кафе, ресторан, ну, утром не спорю. Но вечером должен поток людей. А если к вам вообще за день два человека, могу только по сути чувствовать. Есть такая ситуация. А теперь новость. Значит, забавная. Подробнее назову. Значит, в первом чтении наши депутаты приняли законопроект про национальное агентство украинских питаний с вопросов выявления поиска активов, держан коррупционным путем. То есть, другими словами, этот законопроект позволяет искать деньги коррупционеров за границей и возвращать в Украину. Законопроект хороший, а реализовать нельзя. Не, я не спорю. Действительно, можно найти деньги коррупционеров за границей, если подсуетиться. Но, согласно, не наше законодательство. Их несколько. Для того, чтобы конфисковать, забрать, надо, чтобы там было решение суда. Там, не тут. А у нас беда заключается в том, что наше решение суда по коррупционерам, даже когда здесь есть, когда передают туда, они просто разваливаются. Понимаете, в чем беда большинства наших уголовных дел про коррупционер? Там все строится на свидетельских показаниях. Мировая практика, ну, я уже не знаю, последние 300-400 лет, утверждает, что свидетельские показания не являются фактом подтверждения преступления. Даже если человек говорит, что я совершил преступления, эти показания надо проверить, проверить и подвергнуть сомнению. Почему? Ну, история знает массу случаев уголовных. По этой причине, как только попадает наше уголовное дело туда, а там просто дни свидетельские показания. Вот, да, да, вот он коррупционер. Говорит, стоп, 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 стоп. Причем, где экспертизы, где документы, где платежки? Ой, да вы знаете, это как-то... Так что, законопроект, конечно, в первом чтении приняли, я думаю, проявить то в втором. Толку не будет. Еще один законопроект приняла Верховная Рада. Ну, я понимаю, это касается не всех, но, я думаю, некоторые расстроятся. Смотрите, у нас до этого существовало такое правило, что до 1 января 2022 года, повторяю, 22 года, несмотря на то, что пенсионный возраст женщин повышается, если вы знаете, суд был исключением, что до 1 января 2022 года, женщины, которые достигли возраста 55 лет, хотя, так написано, в 60 выходить, а вас 55, и если у вас общий стаж работы превысил 30 лет, вы имели право досрочно выйти на пенсию. То есть, не надо было ждать 60. Это правило работало, просто когда еще была предыдущая пенсионная реформа, это прописание. Верховная Рада приняла решение эту льготу отменить. Все. Надо ждать вот. То есть, даже если у вас стаж 30, 40 лет, пока не будет 60, нельзя. Ну, я понимаю, это касается не всех, но я думаю, часть, конечно, людей это очень сильно расстроит. Понимаете, очень много людей, люди действительно живут за счет пенсии. Многие женщины, как сказать, 55 лет исполнилось, особенно провинция, вышла на пенсию, получает, да, небольшую пенсию, и работа, работает. Пенсия плюс зарплата, классно. А теперь пенсии не будет. Экономит. Экономит. А что вы хотите? Нет. Понимаете, как тут? Ну, сэкономили. Интересные данные опубликовал Фонд защиты вклада в население. Смотрите, он взял, ну, в принципе, у него вся информация по депозитам есть. Плюс ко всем, как вы догадываетесь, можно свести данные, сколько депозитов в разных банках. Индикационный код, вы знаете? Знаете. Пшух! По этой причине это несложно посчитать. Нет, это не значит, что это запрещено. Но Фонд это знает. Это не значит, что это трагедия. Но Фонд это знает. Он посчитал, посмотрел, прикинул. Ну, что вам скажу. 76 украинцев не имеют депозитов в Украине. Он просто посчитал, сколько действительно граждан Украины имеют депозиты в Украине. Ну, и, соответственно, взять население Украины. Плохо? Ужасно плохо. Я понимаю, что некоторые спринципы не имеют. Некоторые говорят, что никогда не буду. Пугают. Плохо. Ну, честно говоря, нет, я не спорю. Даже в США нету 100%. Спорить не буду. Но там больше 50% людей все-таки депозиты имеют. В Европе больше, как ни странно. Вот в Европе, как раз, 70% жителей Евросоюза имеют депозиты. А у нас 76% не имеют. Ох, уже это население. Ох, уже это население. Ну, что такое агитируешь, агитируешь его никак. Ну, понятное дело, понятное дело, что тут же фонд говорит, что вот мы выплатили. Смотрите, сейчас, на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, все долги, которые были по закрытию банку, он выплатил. По 200 тысяч выплатил все. Да, абсолютно. Даже там были случаи, когда человек, мол, депозит умер. А родственникам там выплатил. Все по-русски. Мне не возражает. И даже сейчас, если маленький банк закроется, выплатят все. И быстро выплатят. Ну, напугали, очень напугали. Ох, напугали население. Такая маленькая-маленькая информация. Очень маленькая. Смотрите. На сайте Национального банка есть информация, сколько денег вы забираете с банковой системы. То есть, с банкомата забираете в кассу. Вот, депозит, к примеру, закончился, вы пришли, его забрали в кассу. Или вам на карточку из карточки скешили. Так вот, если посмотреть, с начала мая месяца, 17 миллиардов гривен украинцы забрали наличными из банковской системы. Ну, это или мало? Ну, нормально. За весь апрель забрали 30 миллиардов. Вообще то же самое. То есть, стандартная система. Да. Ну, понимаете, какая ситуация. Во-первых, почему забирают? Вот, пришла зарплата. Раз, сняли. Получили процент по депозиту. Раз, сняли. Процесс идет, процесс идет. Причем, больше всего, как вы поняли, ну, темп. Есть сроки, которые очень активно снимают. Выплата зарплата. А потом, пшшш, снижается. Так что, потихонечку, не спеша, вместо того, чтобы деньги несут в банк, украинцы несут с банка. Агитируй ваш, агитируй. Не срабатывает. Аж видит, что творится. А теперь, за такой красивой экономики. За январь, апрель 2020 года, Украина экспортирует агропродовольственную продукцию на 7,5 миллиарда долларов. Это на 6% больше, чем в 2019 году. Что это за агропродукция? Больше всего экспортирует посольное масло. Потом ячменяк, кукурузы, картофель. Так, стоп, стоп, стоп. Не. Меньше всего экспортирую, извиняюсь. Да. Картофель от табака, сыров. Ну, да, в основном, конечно, мы экспортируем. А, ну, мясо птицы еще много экспортируют. А так, по большому счету, получается, что подсолнечное масло – это наша сила. Я понимаю, что кто-то скажет, ну, вот, надо экспортировать. Нет, подсолнечное масло покупают, будут покупать. Тем более, с точки зрения классификатора, это считается готовой продукцией. Да, да, да. Ну, не расфасованной. Еще одна новость, опять же, связанная с сельским хозяйством. Гостат посчитал, сколько у нас поголовья крупноратов скота, в том числе и коров, естественно. На 1 мая 2020 года. Как вы догадываетесь, их количество уменьшилось. На 6,80%. Почему? Я много раз говорю, пока не будет рынка земли, поголовья скота, будут уменьшаться. Заключаем, ясно-поголовья птицы увеличилась. Птицы больше, 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 больше. А коров меньше, меньше, меньше. Почему? Нет кормовой базы. Посмотрите, кормовая база – это надо, чтобы у вас земля была в собственности. Вы там высаживаете луга, доводите до ума, у вас крупные, гигантские товарные молочные фермы, у вас переработка. То есть вы не думаете, куда девать, потому что у нас почему мешается поголовь. Да, очень много скота держит частные лица. И есть молоко. Девать некуда. Ну, во-первых, оно очень большого качества, а во-вторых, получается, что если у вас молочная ферма, у вас, понятно, сбыт. А если у вас своя корова у вас должны скупить, продать на базаре практически, по этой причине, да, уменьшается. Причем каждый год уменьшается. Каждый год уменьшается. И каждый год у нас перезбыток молочной продукции. Перезбыток. Это были времена, очень много, действительно, молока переработчики брали, делают твердые сыры, поставляли в Россию. Было, было. Помните, это началась сырная война. После этого, да. Давайте можем поставлять сыр в Казахстан. Можем поставлять твердые сыры в Казахстан. В Белоруссию, там рынки маленькие, а в России не можем никак. В Польшу, да и там конкуренция нереально. Европа, Европа сама завалена. В Китай твердые сыры в таком виде не потребляют. На ней кушают немножко другие. По этой причине будет рынок земли, будет товарное молочное производство, будет пастбище, там будет переработка. И тогда действительно проблем не будет. А сейчас по голове будет уменьшаться. Ну, еще раз обращаю внимание. По голове кровь уменьшается. А вот курочек больше, больше, больше. Ну, тут логично. Ну, ребят, ну поймите. То, что приносит доход, то вы производите. Ну, а если вы не можете молоко сдать, ну, зачем оно надо? Не выпейте его столько. А, короче, проблема. Новость, которая должна просто всех убить. Ну, помните, крик, истерика, все, энергоброки, атомно-интерстанции. Информация, запрошка атомно-интерстанция подключила шестой энергоблок после ремонта. Сучно, но даже не интересно. Поймите, как правило, нервоблоки отключаются на ремонт. Вот так принято. Оргоментировать во время работы реактора не получается. Да, все эти не работают. Ну, после ремонта запускают. Я не знаю, почему никто не кричит, что все ужасно. Нет, ну поймите вы, наконец-то, да, есть конфликт между олигархами, да, есть определенные трения между людьми, приближенные к императору. А что же вы хотели? Все хотят заработать. Так что, ребята, все нормально, все спокойно. Успокойтесь, успокойтесь. Они сами разберутся. А, тарифы, тарифы от этого не зависят. Даже если у нас вся атомная энергетика будет работать. Все хорошо, тарифы с одного вырастут. Новость, которая должна просто убить всех слушателей России. В Украину зашел первый танкер с американской нефтью. Легкой причем. Нет, серьезно, пришел в танкер, туда же вписываются его параметры, там колоссальный количеств. 76 тысяч тонн нефти. Нифига себе. Я не понял, почему написано... А, под флагом Катара, господи. Думаю, американская нефть... Ну, короче, корабль под флагом Катара, но нефть американская. Нигерленд, Техас. Порт-Атрамки. Для чего эта нефть нужна? На Кременчевском нефтеперерваточном заводе делают нефтепродукты. Вот такая ситуация. Я понимаю, что ты не скажешь, что это радикально, но в принципе, это как бы действительно сильный удар по России. Понимаешь? Это действительно может похоронить экономику России. Нет, не этот танкер. То, что другие танкеры будут. Ну и последняя новость, точнее, последняя экономическая. США посчитали, что коронавирус принес убытки 9 триллионов долларов, ну правда, по всему миру. Ну и, соответственно, как вы догадываетесь, они теперь говорят, что Китай у себя виноват, надо ему выставить претензии, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Тут 9, не 9, но убытки многие. Ну, опять же, это же не коронавирус, это карантин. Бог свидетель. Нафиг вы карантин вводили? Говорят, понимаете, карантин это фактически такая всеобщая шизофрения. Сначала люди создают проблемы, говорят, а убытки? Убытки? Вы же сами спровоцировали. Зачем вы уделили карантин? Ну, действительно, есть болезнь. Пожалуйста, занимайтесь медициной, занимайтесь масками, лекарствами. Карантин надеть не надо. Проблем не было. А так, да, 9 триллионов. А что же вы еще хотите? И самая последняя новость. Ну, она, в общем-то, не совсем экономическая, а историческая. 21 мая 1892 года в Киев впервые в Российской империи начал ездить электротрамвай. Ну, если кто бывал в Киеве или живет в Киеве, знаю, что Киев в правом береге холмистый. И вот эта вот знаменитая Владимирская горка, ну, спуск из Европейской площади до Подола. И там пустили первый электротрамвай. Да это там были попытки парового трамвая, но который, ну, лошади затянуть не могли. Служновато. И электротрамвай действительно начал ездить. Мало того, когда его запустили, многие люди, причем он довольно дорого стоит, по таким понятиям, приезжали в Киев, чтобы проехаться на этом трамвае. Не потому, что им было надо проехаться. Это была экзотика. Вот и все прикольные экономические новости, и не только экономические, за 21 мая 2020 года. Пишите комментарии. Благодарю за внимание.